Серёж, а вот ты увидел коробочку, что это за штука такая? Это мой сын Фёдор сделал мобильный телефон в подарок маме на День Рождества. А, нет, на Рождество даже. Подожди, сколько твоему сыну? Восемь. А, восемь лет? Почему он такой большой, этот мобильный телефон? Значит, дело всё в том, что он очень хотел маме подарить именно мобильный телефон, то есть сделать его, а он хотел его склеить, а поскольку он склеить не смог, я ему предложил коробочку, которая у меня уже была, и он из этой коробочки, собственно, ушёл, поэтому коробочка задала, ну он как бы к такому размеру ушёл, хотел, чтобы он был большой, и чтобы можно было прочесть вот эти все. Месседжи, которые здесь написано, чтобы все кнопочки надо подписать, вот, и, соответственно, он должен был быть такой, солидных таких размеров, чтобы не такая фитюрка, как обычно, но зато лёгкие, ну а штучки тоже есть свои перелести. Так подожди, а у мамы ведь есть мобильный телефон? Есть, но мобильный телефон самая безликая вещь, какая только есть на свете, поэтому, когда человек в наимном состоянии в своих восьми лет хочет сделать что-то очень хорошее, он хочет в него вложить какую-то всё-таки такую личностную историю. Помимо того, что это подарок от него, значит, соответственно, плюс ко всему вот он, для него как раз мобильный телефон, он на нём как раз мечтал, чтобы вот он его был. То есть он со своим представлением о том, что лучше всего на этот момент, по его меркам, вот мобильный телефон, значит, ему нужно подарить мобильный телефон. Ну тут понятно. Не, ну он же, наверное, понимает восемь лет, что как бы по нему как бы говорить реально нельзя, то есть это как бы такой... Знаешь, я не очень уверен, что я, например, хоть и старше намного его, но я и до сих пор не считаю, что по нему можно говорить по-настоящему. То есть это для меня всё равно, что слушать голос Америки, вот то, что там, собственно, нас сообщают по мобильному телефону. Да и по такому тоже, но это мое личное отношение к телефону, я в них не верю и не верил никогда. Я голос не воспринимаю как так тактильная, не тактильная вещь, поэтому для меня это всё равно, ну что же радио послушать. Вот ты веришь в информацию, которую тебе сообщают по телевизору, по радио, точно так же по мобильному телефону, это абсолютный ноль. Но голос ты человеку узнаёшь. Ну, знаешь, это опять-таки сколько раз, сколько раз тебе звонили по мобильному телефону, договаривались о какой-то там истории, эта история как бы не имела ничего общего с тем, что ты себе представлял об этой истории. Поэтому это такое, это, в общем, для меня то же самое, вот разницы никакой. А есть, я вполне могу поверить, что это позвонили, и по нему тоже что-то скажут. Я поверю, ровно столько же, сколько и тому. А когда этот телефон был сделан? Ну, вот на это Рождество. Вот в этот? Совсем недавно, да? Ну, вот в этот, отвезимый подарок, да.